Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я зачитаю ваш комментарий. Это подписчик по имени Робин из Вегдолэнда. Он оставил свой комментарий, мы его сегодня разберем. Я зачитаю свое видение. Я считаю, что данный вопрос, который он поднял, он очень, как бы это выразить, является большой проблемой. Итак, комментарий. Помню времена, когда учитывался интегральной йогой Шри Ауробинде. Мистические вещи творились со мной во снах до тех пор, пока не дочитал до конца. Уж больно толстое было. К сожалению, ничего, кроме нового кругозора, эта литература мне не дала. А может быть, это к счастью. Ибо встречались и такие книги, которые было страшно держать в руках, пока однажды не припекло окончательно. Я всецело разделяю ваше мнение, что в действительности относительно Ауробинда, да, собственно, даже и относительно Ошо, сейчас очень много таких вот произведений и даже мировых учителей, творчество которых сказывается только лишь на восприятии. И эти книги не дают никакого серьезного стимула к развитию в плане духовной силы. То есть, очень мало еще того, чтобы просто прочесть книгу. И, естественно, книга является своего рода возможностью передать внутреннее состояние самого учителя. Я также хочу сказать, что изучал книги Ауробинда, да, собственно, я много чего изучал. И Оша, и Сей Бабу читал, и книги Бабаджи, воспоминания о его жизни, вот, и творчество Шри Ганапати Сочетананда Сламиджи, книги Рамакришны, кто еще? Да, ну, практически всех известных. И я могу сказать, что в большинстве случаев какого-то серьезного изменения при прочтении подобных книг не происходит. Да, потому что нет какой-то серьезной духовной силы. Я не говорю, что у них нет какой-то реализации. Нет, у них есть уровень реализации, но характерный для них самих. Для их уровня восприятия это что-то ценное. Но каких-то изменений относительно развития в целом, к сожалению, получить из этих произведений не получится. Во-первых, с одной стороны, конечно же, самопрочтение книги не является залогом того, что вы станете просветленными. С другой стороны, нужна практика. Книга, она является только лишь стимулом для того, чтобы мы все развивались. Поэтому учителя и доносят какие-то знания. И в прошлом ролике я попытался донести понимание того, что у каждого учителя свой уровень. У кого-то выше, у кого-то ниже, у кого-то есть ситхи, у кого-то реализация на уровне сознания, у кого-то на уровне энергии, у кого-то реализация на уровне тела света и так далее. То есть уровней очень много. И если рассмотреть Вселенную, то во Вселенной очень много миров, и все эти учителя, они будут попадать в разные миры. Понимаете? То есть они не попадут все в одно место. Они попадут в разные миры. В соответствии со своей кармой. У них у многих карма есть, потому что они физически умирают. То есть тело не забирается, тело не очищается, энергии не очищаются. Вот и так далее. Нужно ли изучать книги подобных учителей, авторов, конечно же, нужно. Вы знаете, это очень большой кругозор дается благодаря изучению подобной литературы. Другое дело, насколько нам вдохновляться этими знаниями. Для развития кругозора книги вполне приемлемы. Для духовного развития большинство из этих книг не годится. У Оша были миллионы последователей и ни одного просветленного ученика. То есть он многих вдохновил, но никого не довел до конца. То же самое и у Ауробинды. Многие его пророчества, предсказания не сбылись. И то, что он рассказывал относительно трансмутации клеток в направлении бессмертия, что тело станет бессмертным и все такое. Всего этого также не случилось. Понимаете, к чему я доношу все эти знания? То же самое, кстати, и супруга у Ауробинды. Она также проповедовала те же самые идеи бессмертия, трансмутации клеток и так далее, но и этого не случилось. В ее случае она также умерла, как и у Ауробинды. Причем и первая, и вторая смерть, они были довольно бесславными. Ну то есть никакой мистики, никаких там чудес не произошло. Ну как-то так. Для чего, рассказываю, нужно выбирать. Нужно выбирать с умом, с мудростью, что вы изучаете. Есть масса, в нынешнее время, масса всевозможных произведений, фильмов, книг, видеороликов, всевозможных видеолекций, масса тех же самых блогеров, которые вещают в Ютубе, делятся какими-то своими духовными знаниями и так далее. Но опять-таки, нужно учитывать элементы, которые присутствуют в творчестве этих авторов. То есть, во-первых, духовная сила, какой традиции они принадлежат, как долго они развиваются, чего они достигли, какие переживания они получили, какие уровни самадхи. Ну самадхи термин из йоги, какие уровни прозрений они испытали. Допустим, кто-то следует славянским традициям, кто-то следует, ну или придерживается славянских традиций, кто-то придерживается буддийских традиций, взглядов, связанных с традицией буддизма, кто-то следует, к примеру, йоге, кто-то следует учению, да масса всего, мы не будем сейчас это все разбирать, кто-то проповедует традиции христианства, пытается прояснить, к примеру, многие тезисы, которые упомянуты в библейских повествованиях, но не донесены до общей массы людей. Понимаете, все вот эти знания, они работают только в пределах духовной силы самого человека, который делится этими знаниями. Вот как бы мы ни пытались избежать этой темы, но тем не менее это факт. Важно не то, что они рассказывают, важна духовная сила. Понимаете, тот уровень внутреннего пробуждения или же внутренней духовной реализации, который они пережили внутри самих себя. При условии, конечно, если у них духовная традиция или духовная практика есть. У большинства из них нет вообще духовной практики. Мы сегодня без имен, скажем так, подавляющее большинство, они вообще не являются духовными практикующими. Это просто блогеры, которые вот как понимают, так и делятся. У меня вот, кстати, друг, подписчик, мы с ним периодически общаемся, и он также тренируется записывать, но в своих роликах он пытается интерпретировать библейские повествования, дает им комментарии, объясняет, как и что на самом деле там описано. Естественно, как бы я ему даю какие-то советы, подсказки, пытаюсь ему, наверное, в большей степени донести одну единственную важную мысль. Увы, он этого не понимает. То есть масса людей вообще не понимает даже таких очевидных вещей. Еще немножко вернемся к этой теме. Есть человек, который понимает библейское повествование. И вот он говорит, я возьму библейское повествование, начну его интерпретировать, начну записывать в формате роликов, выкладывать в YouTube, и таким образом я смогу донести до многих людей столь бесценное знание. Но по факту, когда я слушал его ролики, я понял, что там ничего ценного нет. То есть, ну, представьте, идет текст в библейском повествовании, и он его, вот как он его читает, он так его в соответствии со своим умом и объясняет. То есть, точно так же я могу взять библию, вот как я ее понимаю, так могу интерпретировать. Но понимаете, в чем проблема? У него нет внутренней реализации, внутреннего постижения. Он не может этот материал объяснить с позиции своих внутренних прозрений. У него не было каких-то внутренних духовных откровений. У него не было, допустим, пробуждения, условно, да, в традиции христианства, Святого Духа, который бы ему помог, направил на понимание каких-то основ данного произведения. То есть, не было всего этого. Я ему пытаюсь донести, вот что ты хочешь рассказать. Он говорит, я расскажу другое мировоззрение, другое понимание. Люди должны понять, что они не понимают. Он говорит, ты-то понимаешь это, как бы у тебя у самого понимания на уровне только интеллекта. Вот как ты прочитал, так ты и понял. Но если взять тысячи людей, точно так же они прочитут этот кусочек, точно так же они его поймут и точно так же они могут записать этот ролик. Но у этих тысячи людей так же нет реализации, точно так же, как нет и у тебя ее. То есть, по большому счету, твое произведение не имеет никакой ценности. Твое видеопослание, так называемое, оно не представляет из себя никакой ценности в силу того, что ты сам особо не понимаешь. То есть, ты не можешь заглянуть за пределы этих слов. Ты не можешь посмотреть за пределы этой реальности. Ты не можешь увидеть на расстоянии там в несколько тысяч лет, что там происходило. Но я для примера это рассказываю, как в моем восприятии это происходит. Я не знаю, как происходит эта традиция христианства и как там Святой Дух посылает пророчества. Это я не знаю и не хочу знать. Но в этот элемент я ему пытаюсь донести, что у тебя должно быть что-то. То есть, ты должен быть довольно серьезным молитвенником, ты должен быть серьезным постником, ты должен быть действительно настроенным на какое-то внутреннее откровение человеком. Ты должен испытать на себе, что такое духовный путь. Ты должен выдержать 40 дней поста, ты должен выдержать несколько лет монашеского пути для того, чтобы поделиться чем-то. Но ты же ничего не переживаешь. Ты даже не молишься особо. Я ему это пытаюсь донести. Это не критика, это основная проблема большинства людей. И вот те блогеры, которых я упомянул, но которых не назвал поименно, они по сути делятся своим пониманием. И многие из них говорят, что это откровение, которое у них рождается в уме, посылается им Богом. И таким образом они говорят, что да, я общаюсь с Богом. Ну, в смысле, не я общаюсь, а они общаются. Я не общаюсь с Богом. У меня такого нету внутреннего отклонения. То есть, не надо мне, пожалуйста, это приписывать. Я йог, занимаюсь интенсивной йогой, начитываю мантру, вхожу в астральный мир, точнее, выхожу в тонком теле, посещаю духовные миры, там что-то вижу, понимаю, воспринимаю, переношу сюда и здесь рассказываю. Так работает это у меня. Но у меня внутренних каких-то отклонений в голове, и я сам с собой не разговариваю, и потом не доношу эти знания в формате видеороликов. То есть, вот так вот. Ладно, мы, наверное, слишком глубоко начали разбирать. Я думаю, вы поняли саму идею. То есть, суть заключается в том, что для того, чтобы чем-то поделиться, у тебя у самого что-то должно быть. А если ты нищий, чем ты поделишься? Кому ты что донесешь? Просто взять книгу, почитать, рассказать и донести? Да ладно, серьезно. Так может сделать каждый. И каждый по-своему что-то поймет. А может быть, кто-то еще и лучше сможет интерпретировать это произведение. К примеру, привнести более фантастичное какое-то свое внутреннее восприятие. Скажите, ведь интересно было бы, да, какие-то элементы фантастики в библейском повествовании видеть. То есть, каждый это может сделать. Вопрос не в том, как вы понимаете. Вопрос не в том, как вы интерпретируете. Вопрос в том, как вы смогли взять из этого произведения знания и реализовать их на своем пути, в своем духовном пути. Понимаете? Не стремиться помочь другому, будучи сам слепым. Вот о чем речь. Ладно, видение расскажу. Видение было какое-то время назад. Но сами понимаете, что мне приходится со многими общаться. И многие мои друзья, причем периодически, вот это вот высказывание, я его очень часто ловлю. Заходя в комментарии под мои видео, они читают то, что вы пишете. И некоторые из них говорят в Айраге, это ужас. Боже, у людей просто поломанные мозги. Они начитались всего. Они начитались славяно-арийских вед. Они начитались буддизма. Они начитались православия. Они начитались до чего угодно. У них такая каша в голове. Они бедные, не знают на основе каких знаний делать выводы. То есть это формы заблуждения, когда у нас в голове все намешано, но ничего не работает. То есть мы одновременно становимся на 5-6-7 путей развития, но ни по какому из них мы не идем. То есть эти знания только в голове нашей остаются. И это пример того, что можно читать в комментариях. Я никого не ругаю. Это нормальное состояние. Я сейчас это ведение хочу рассказать как дополнение всего этого предисловия. Когда мои друзья заходят, читают, потом хватаются за голову и говорят, «Господи, что у них в голове? Это же реально. Это просто страшно». То есть человек приходит и говорит, а вот тот-то блогер говорит вот так вот, а вот этот вот так вот. Но что самое удивительное, все эти произведения или все это понимание людей, оно не основано на древних писаниях. И это основная ошибка. И большинство из них приходят и делятся своими какими-то внутренними кармами, своим собственным внутренним пониманием. Не больше, не меньше. А вы или мы, дорогие друзья, на основе этих внутренних их пониманий, кармических пониманий делаем выводы. И потом мы делимся какими-то своими высказываниями, а люди, которые более-менее сведущие, они приходят и ужасаются, и говорят, «Господи, там просто мрак». Естественно, я также читаю все ваши комментарии, на многие из них стараюсь не отвечать, потому что понимаю, что там просто человек заблуждается. И учитывая то, что это не моя деятельность, не я должен, скажем так, привносить в ваше восприятие более чистое знание, есть священные писания. Вот в них надо черпать действительно знание. Видение, которое я сегодня расскажу, оно было несколько пугающим. И я видел своё будущее и видел на несколько десятков лет. Видение было несколько назад, я его тогда не стал рассказывать, но сейчас, как ответ на данный комментарий, я расскажу это видение. И видение я увидел своё будущее на протяжении нескольких, наверное, десятков лет. И вдалеке на протяжении 3, 4, 5, 6 лет я видел, были видны очень высокие, красивые, чистые здания, от которых исходил свет. Эти здания были очень надёжными, крепкими, сильными. Я понимал, что это все те будущие люди, которым мои знания принесут пользу. Большинство из людей, которые столкнутся с этими знаниями, они окажут свою пользу, и многие люди пойдут по пути духовного развития и достигнут очень высокого, я бы даже сказал, очень высокого духовного развития. Это было видно, я видел, в буквальном смысле, высотное здание, от которых исходил свет. Свет – это символ просветления, а здания были очень крепкими, их было много, их было сотни и тысячи даже. Но перед этими зданиями и между мной на протяжении нескольких лет, ну, допустим, 3, 4, 5 лет, я видел довольно большую массу людей, которая находилась прямо передо мной в форме таких, знаете, как бы волн. Ну, эта масса людей состояла из человеческих тел. И когда я на них смотрел, я видел, что у многих из них нет каких-то членов физического тела. То есть у кого-то не было руки, у кого-то не было двух рук, у кого-то не было ног, кто-то сидел в инвалидной коляске, кто-то не обладал качеством зрения, кто-то не мог слышать. То есть это было очень большое столпотворение людей, но эти люди были в ужасном состоянии, их было очень много. И я понимал, что эти люди проявятся в будущем. И их, к сожалению, было очень большое количество людей. Ну, очень большое количество. Но и это ещё было не всё. То есть, видите, я стараюсь сейчас не рассказывать в деталях, потому что это было очень печально, да? Ну, представьте себе, несколько тысяч человек, которые находятся в состоянии инвалидности. И так я видел этих людей. Я понимал, что через все эти массы людей мне придётся пройти, но в то же самое время я понимал, что это будущее. Хочу я или не хочу от этого не избежать. Столкнуться с этими людьми придётся в будущем. В то же самое время все эти люди, они полыхали огнём. Что значит огонь в духовном мире? Огонь в духовном мире указывает на разрушительные качества правого канала, энергии Раджаса. Но именно энергии Раджаса наполнили ещё и адские миры. Адские миры состоят из энергии Раджаса. Естественно, вот эта вот энергия, они в них, эти люди, которые не обладали совершенством физического тела, они полыхали в этом адском огне. Но что самое страшное, я понимал причину того, что с ними случилось. И многие из них, когда я рассматривал в деталях, я видел их состояние умов. И вот то, что с ними произошло, было понятно, что в своё время каждый из них столкнулся с каким-то ложным учением. И это ложное учение нарушило правильное восприятие духовной традиции, духовной практики в самом человеке. И люди пошли по неверному пути. С одной стороны, вроде бы эти учения, они дают якобы духовные знания, а с другой стороны, они уводят от духовного развития. И человек превращается в какое-то, знаете, такое вот немножко неполноценное существо, которое вроде бы как бы чем-то интересуется, а развиваться не может. И вот все эти люди, которые были без ног, без рук, которые не могли перемещаться, это и было их внутреннее, это и было отражение их внутреннего состояния. В материальном мире у них у всех есть руки, у них у всех есть ноги, у них у всех есть образование, интеллект. Это полноценные люди. Но в духовном мире они выглядят неполноценными людьми в силу того, что следовали нечистым, ложным учениям. Со своей стороны, я могу сказать, для того, чтобы развиваться, нужно следовать, во-первых, какому-то одному пути, а во-вторых, вы должны найти полноценное учение. Не что-то, не какой-то новый новодел, какое-то ложное учение, а нужно следовать традиции, которая проверена временем. И такими традициями является, к примеру, христианство. Такими традициями является тот же самый буддизм, традиция индуизма, традиция йоги, тибетский эзотерический буддизм. То есть эти учения, они полноценные. Бесспорно, в них есть всякие наслоения, отклонения и так далее. Но в том-то и дело, что в нас должна быть мудрость, и мы должны отделить хорошее от плохого. То, что нам поможет, от того, что нам не поможет, не будет способствовать. Но это уже выбор нас самих. Но когда мы следуем каким-то ложным учениям из года в год, 5-10 лет, я не хочу их упоминать, друзья, дорогие, не буду целенаправленно, чтобы никого вас не ранить. Но вы сами знаете все эти направления. Из 100 блогеров, которые ведут какие-то духовные свои каналы или делятся своими какими-то знаниями, из них едва, может быть, один или два чего-то стоит. Уж я туда даже не хочу нырять, потому что я столь разочарован в этом уровне знаний, что лишний раз я не хочу даже ролик о них записывать, потому что я просто себя знаю. То есть увижу, обязательно что-то запишу, опять будут какие-то видения, опять будут какие-то астральные выходы, и опять гадость какую-нибудь увижу. Я же не смогу промолчать. Но мы, не обладая мудростью, очень часто попадаемся на вот такие вот ложные учения. И уже из них пытаемся каким-то образом делать выводы на основании этих знаний. Будьте аккуратны, дорогие друзья. Естественно, внутри себя я чувствовал, что мне нужно пройти через эти волны людей. То есть как бы не Вселенная, а некие духовные существа, они меня подталкивали к тому, чтобы я прошёл через все эти волны людей, соприкоснулся с этим их внутренним состоянием. Но когда я всё это рассматривал, я понял, что мне-то, собственно, это не нужно. То есть это их выбор, они хотят так жить, они хотят так развиваться. Это их стремление. Уверенным нужно просто предоставить возможность развиваться, как они хотят. И вместо того, чтобы пройти сквозь эти сотни или там тысячи людей, я взлетел над ними. И уже далее приземлившись, я продолжил свой путь в направлении тех высоких зданий, тех действительно талантливых мистиков, практиков, которые смогут использовать эти знания во благо самих себя. Но вот этот вот элемент, который я увидел, он был на самом деле потрясающим. В том плане, что насколько люди недооценивают состояние своего ума, своего мировосприятия, своего мировоззрения, что погружаются в какие-то ложные концепции, ложные интерпретации тех или иных духовных учений. И это действительно можно видеть. И подобное обучение, оно, конечно же, даром не проходит. На удивление, но иногда я читаю комментарии, что ну как вы высказываете свое не совсем благотворное мнение, но тем не менее, это же человек рассказывает о любви, о милосердии, о защите и так далее. Но вы, дорогие друзья, забываете, что все-таки тот уровень знаний, который я получаю, я получаю посредством духовного зрения, а не интеллектуального восприятия. Мне без разницы, что человек говорит. Я, по сути, могу видеть его внутреннюю духовную суть. И здесь уже не спрятать какие-то качества, которые мы можем посредством лицемерия, двуличия скрыть в повседневном общении. То есть в духовном мире это невозможно спрятать. Вы будете выглядеть именно так, как вы тому и соответствуете. Не больше и не меньше. То есть астральное тело невозможно изменить в мгновение ока. Оно у многих не меняется десятилетиями вообще. И только лишь какое-то духовное развитие способно действительно что-то изменить. Но такие элементы уже сложные. Наверное, в следующем ролике или в следующих роликах эту тему также затронем. Возможно, кому-то данное видение будет слишком жестким. Да, покажется. Для кого-то, уверен, этот ролик будет, наоборот, ободряющим. Решать нам самим, дорогие друзья. До новых встреч.